Всем привет! С вами Рэми Майснер, Дхарма 1937, Катерина Кирберева и Люди Доброй Воли, а также всё прогрессивное человечество в лице наших слушателей. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Всем привет! С чего начнём, товарищи? Я предлагаю начать с того вопроса, который поступил и возник позже, чем наш разговор о пролетариате. Это спор, о котором сейчас говорят, даже мне писали многие товарищи, и очень хотели узнать мнение уважаемого Рэми Майснера. Глубоко, уважаемый. Глубоко. Я бы попросил. Вопрос о споре Михаила Васильевича Попова с Константином Викторовичем Сёминым. Ты знаешь, да, в чём там конвай? Нет, вот я в том-то и делал. Мы сейчас заговорили, что был, оказывается, такой спор. А я озвучил, что не в курсе, но что спор есть, видел. Ну, давайте просто в двух словах. Да нет, давай прям. Там, короче, несколько вопросов. Вопрос разбираем, вопрос разбираем. Да, что там первое? Первый вопрос дискуссионный – это был ли построен социализм в Советском Союзе. Ну, был же ж. А у кого сомнения есть, почитайте там материалы 17-го съезда, например. А тогда скажи, что такое социализм, как ты его определяешь? Как ты определишь, что он был построен? Вот, например, позиция… Как определить? По нескольким пунктам определим. Значит, у нас… Значит, первый пункт у нас – диктатура пролетариата. Правильно? Вот. Это у нас после коллективизации, когда у нас эту массу мелких хозяйчиков превратили в работников. Наша проблема была в чём? Что крестьянин, он как бы как работник, он наш, пролетарский. Но крестьянин после того, как отработал, он становится торгашом. Продает зерно своё. И когда он торгаш, он не наш. И все крестьяне постоянно вот раздвоенные. Их то в одну сторону качнёт, то в другую. Понимаешь? Вот. А мы это дело преодолели, сделав их всех работниками. Работниками этих артелей. Диктатура пролетариата дальше. Да. И, значит, вот у нас диктатура пролетариата. Все работники, значит, все эти критические расхождения закончились. Потом у нас что? Значит, все основные средства производства находятся… Они обобщественны и находятся в руках, значит, всего общества. Государство ими рулит в интересах всего общества. У нас не осталось частно-собственнических как раз укладов, да? О чём говорит Попортуна? Ну, у нас там осталось сколько-то этих единоличных хозяйств. Это уже не укладки, это уже какие-то единичные. Ну, это уже остатки уже, да. Тем более, опять же, понятно, что в силу объективных причин они никаким макаром не смогут конкурировать с колхозами. То есть, им придётся, грубо говоря, вот так жить чисто себе на прокорм. Просто, что не хочется. И, короче, да, и это только для фанатов, встанет, как вот сейчас. Есть же отдельные граждане. В избушку завести. Ну, в общем, преодоление частной собственности. Да, преодолели. Так, это, значит, второе у нас. Потом у нас, значит, абсолютное господство марксистско-ленинской идеологии. В партии, да? Вообще в обществе, в обществе, в культуре, в искусстве, везде. У нас мы знаем, вот, только что с товарищем говорили, соцреализм. Вот, кругом правит бал. Во всех газетах наши правильные. Вот, кругом курсы политграмоты. То есть, кто хочет подтянуть свою политическую грамотность, вот, тот пошёл подтянул. То есть, в том числе, мы должны вспомнить о том, что каждой общественно-экономической формации, как базису, ей свойственна определённая надстройка в виде культуры. И поэтому не мог появиться, например, французский реализм до прихода капитализма во Францию. То есть, это именно отражение вот текущих противоречий. Там, и так, все жанры искусства, они появляются на определённом экономическом базисе. И вот именно на базисе социализма только мог появиться социалистический реализм. То есть, в том-то и соль, да, что это именно единичные случаи, что это не общая тенденция. Ну, проблески такие. Вот от достояния масс он может стать только при социализме. Да. Вот. Что у нас ещё там? Какие признаки? Следующий, да, вопрос? Так, значит, у нас беспощадно подавляется контрреволюция. Это тоже, между прочим, признак. Потому что, какой же у нас, как может у нас строй считаться прочным, если он себя не может защитить. Правильно? О. Не знаю, как в позднем СССР. Говорю, этот барыга-спекулянт. Это уже как признан часть пейзажа. Типа, вот. Он, ну, типа, вот они есть. Типа, всегда они были. И это, кстати, перекликается, опять же, с рассказами товарища Романова про 20-е годы, когда тоже что-то изживали-изживали этого спекулянта и никак изжить не могли. И уже разговор, что, ну, что же, если только дустом не травить, видать, так они и будут появляться. А тут вот, пожалуйста. Никакой свободы группировок показалось. Это да. Никакой демократии. Не, ну, свобода группировок. Это же мы на анархии. Ты же понимаешь. Это сразу у нас лебедь, рак и щука. Начинают, наверное, тащить каждый. Вон, куда попало. Так. И что-то я подзабыл. Что-то еще там какие-то признаки-то были. Ну, основной, конечно, это экономические признаки. Ну, экономические, да. А в основном, да, это это показатель. К следующему, да, можно пройти от был-не был социализм? Так, нет. Даже еще интересный вопрос. Что там как-то... Вот ты сейчас сказал, до этого разговаривали. Про фашизм? Не, 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 не. Как-то вот на эту тему. Что-то там... Как Семин сказал, что-то про отдельно взятую страну. Вот, Эдис Семин. А, ну вот, да, да, да. Это как раз следующий вопрос. Он именно о том, был или не был построен социализм. Константин приводит аргумент, что социализм не может быть построен в отдельно взятой стране, пока она находится в окружении врагов капиталистических стран. Ага. Вот, а тут, как сказать, тут товарищ Семин немножко заблуждается, потому что он смешивает два вопроса. Вопрос о полной победе социализма и вопрос о возможности построения социалистического общества в отдельно взятой стране. И полностью победить, ну, это товарищ Сталин еще раскидывал. Полная победа социализма, это значит полная гарантия от реставрации. А полной гарантии от реставрации не может быть, пока все соседи, по крайней мере, не будут тоже социалистическими. И даже по словам скажем честно. Просто потому, что вот сам факт существования капиталистической страны, это возможность, значит, интервенции. А интервенция, это, понятное дело, значит, сразу реставрация капитализма. Поэтому полностью он победит, только когда капиталистическое окружение заборем. А что социалистическое общество в отдельно взятой стране можно построить, это, собственно, ленинская идея. Ну, Ленин ее озвучивал не раз. Работа о лозунге Соединенных Штатов Европы, потом работа о кооперации, где он прямо говорит, что все, значит, у нас есть достаточное для построения социалистического общества. Что он говорит, надо просто кооперировать вот этих мелкобуржуев, огромную толпу. И все. И вот у нас социалистическое общество. И как он там в этой работе своей говорил, вот это общество, оно встанет против капиталистического мира. То есть, как у нас, любой, значит, кто хочет капитализм восстановить, он может опереться на забугорных этих капиталистов. Также и у них любой, кто хочет коммунизм построить, он будет знать, что вот есть государство, куда, во-первых, можно там от жандармов скрыться, где те всегда помогут и деньгами, и агентурой, и в газетах, что надо, напишут. Вот. Не, и слепым нужно быть, чтобы не видеть, что этот ленинский план как раз и воплощался в жизнь. Вот у нас сначала построили у себя социализм, и вот еще 20 лет спустя уже красная половина глобуса. Уже Китай, уже вся Восточная Европа, половина Германии. Да вот, вот она мировая революция, вот так она и происходит. Это же не то, что, блин, там везде встали в один момент. В один момент, это вот как раз Маркса и Энгельса идея, это на тот момент было верно. Потому что империализма-то еще не было. А потом империализм, все, страны эти капиталистические перестали друг дружке подтягиваться по уровню. Они по уровню закрепились. То какая-то единица там может вырвется куда-то, но это исключение из правил. Вот. Ну, то есть, здесь получается, что из смешения двух вот этих вот вещей, построение социализма и полная победа. Ну, причем, даже надо сказать, что и при полном коммунизме там будут какие-то тенденции, там мелкобуржуазные или какие-то мещанские. Все равно нужно быть. Ну, только при полном, наверное, мы уже это и сживем. Нет, что-то другое будет. Мы еще не знаем, как бы. Это надо через поколение вперед заглянуть, что там будет, фиг его знает. Но понятное дело, что какие-то противоречия без этого не бывает. Вот. А я к тому, что при смешении вот этих вот двух позиций получаются очень неприятные выводы. Что если построить нельзя, то и строить-то зачем. Да. Да. Нет, я понимаю, что троцкинм, скрытый меньшевизм. Видишь, когда эти идеи, прямо я тебе меньшевистские идеи не озвучиваю, что не надо строить. Но я так говорю, что получается из моих слов, если их логически развешу, не надо строить. Ну, а потому что если, значит, социализм построить нельзя, а этого революционного взрыва, значит, на Западе нету. Объективно нету. Ну, значит, и что мы делаем? Значит, мы к меньшевистским выводам и приходим, что надо, значит, как-то встраиваться. Следующий вопрос. Следующий вопрос состоит в том, что у нас сейчас идёт, ну, мы это видим, не первое... Прямо тот вопрос-то уже разобрали, да? Тот, да. Да? Что не первое десятилетие у нас идёт разрушение производств. И вопрос... Не у нас, во всём капиталистическом мире идёт в США, когда там этот красный поезд ржавым стал. Ты знаешь, вот на тему всего мира, я бы сказала так, вот я просто на какую-то очень близкую тему пишу диссертацию, и там получается такая история, что примерно с 70-х годов начали, ну, конкретно из Америки, там, из Европы, скажем, из развитых стран переносить производство в развивающиеся страны. Единственное, хотя, наверное, по нескольким причинам. Первая причина, это что там более дешёвая рабочая сила. И вторая причина, чтобы рабочего класса не было под боком. А это вот, я вклинюсь, это идея ещё господина Форда, фабрикант Форда, фашизма Форда. Только он-то и задвигал Ильфу и Петрову эту идею-то при встрече. Он на американском уровне говорил, а вону не придумай, а нахрена там нам вообще они здесь нужны-то, эти производители чего-либо. У него была идея какая, что мы, значит, все сложные производства делаем в небольшие фабрики, короче. И при них домики, которые этим ценным работягам, специалистам, которые там нужны на этих сложных производствах, фары там делают они, ещё что-то вот такое. И мы им всем даём там домики в ипотеку, и они все наши, они не бунтуют, у нас там тишь, гладь. Вот, плюс у них ещё, говорит, там, говорит, хозяйство своё, каждый огородик, мы ещё подумаем, чтоб коровку там каждому. И тогда нам и кризисы будут не страшны, мы тогда скажем им смело, что затяните пояса и молочком своим питайтесь. Вот, и всё будет прекрасно. И главное, чтобы они квалификации... А, говорит, основной завод, это конвейер, там гастеры работают, вот, говорит, пока немцы, потом вот сейчас всякие мексиканцы. Вот, а они, говорит, тут бунтовать не будут, потому что они тут никого не знают, даже языка не знают. А местные ещё на них, блин, смотрят, как на врагов народа, на живот, вы приехали, у нас теперь работы нет. То есть, всё, а сейчас они, видишь, придумали сделать резервную армию безработных из приезжих, блин. Ещё изощрённее идея. Говорят, тут там и культура разная, и язык вообще не поймёшь. Потому что с немцем-то там, грубо говоря, там по-английски кое-как ещё объяснишься, а вот с арабом-то уже никак. Да. Вот, и сейчас, видишь, вообще создали отдельные страны промышленные, а другие страны, у нас постиндустриальная экономика, у нас тут цифровая экономика, у нас, видите ли, роботы. А на самом деле не роботы, а китайцы. На самом деле при любом кризисе мы загибаемся. Не, ну, видишь, я к тому, что, вот просто ты говоришь, что типа во всём мире снижается, не во всём, а в развитых странах, просто это всё перенесли. В реалистическом, я говорю, вот во всех этих флагманах-то наших, к которым мы привыкли, что Европа божественная, богоподобная Америка. Американцы сейчас пишут, что, говорит, во время этой пандемии стало понятно, что мы просто страна третьего мира с ядерным оружием. О, пошли какие разговоры, что-то мне это напоминает. Это, поясните, как-то 80-ми потянуло, да, верхняя вольта там с ракетами. Не, а по сути, что, так и есть. Какие-то дикие зачистки там на улицах. Да, вклинивайся в разговор, дорогой товарищ. У нас вон сидит товарищ, но он очень скромный, почему-то. Вот, а в чём состоит вопрос? Если у нас, ну, там ещё есть момент такой, типа, империалистический, есть империализм в России или нет. Ну, знаешь, я бы это вот обозначила. Обозначила. Ну, подожди, давай, давай. Я просто, смотри, я сейчас, подожди, я хочу. То есть, есть в России империализм или нет? В мире есть империализм, а Россия вот это его звёдышко. Занимает определённое место. Да, как и все миры, как и все страны. То есть, я хочу это просто связать в один вопрос. То есть, есть мировой империализм, и можно это называть там центром, периферии, полупериферии. Можно это называть там империалистическим центром и какими-то придатками. Но суть остаётся в том же, что у России подчинённое положение по сравнению, например, к США. А я скажу, что трудящемуся он американцу, они вон там от хорошей жизни, от своей уже который месяц там машины переворачивают и магазины жгут. То есть, им ни капельки не легче от того, что вот они где-то там в мире везде рулят, они президентов там ставят, а квартплату понизить при этом не могут. Так что человек мог на одной работе работать и квартплату платить не напрягаясь. Я всё пытаюсь сформулировать вопрос, который там в конечном итоге получается. Что вот такое отношение России в мире предполагает ли оно, что мы должны бороться только с внешним врагом и не должны бороться со своими внутренними буржуинами? Вот смотри, должны ли мы поддерживать своих капиталистов, потому что они… Там очень хитро звучит вопрос, как бы с одной стороны, должны ли мы не позволить капиталистам разрушать производство, а с другой стороны, должны ли мы их защищать здесь, чтобы они сражались на мировой арене с более сильными капиталистами. Ну вот, то есть там очень запутанный такой вопрос. Я бы, например, сказала, да, что… Сейчас бывали рабочие места, да, наверное? Я бы сказала, что естественно, что нельзя позволять разрушать производство. Но это совершенно не значит, что мы должны там надевать эти самые автоматы на себя и идти сражаться с рабочими там американскими за их капиталистов. Ну это просто какие-то разные вещи. А как мы можем не позволить разрушить производство? Да вот кот возмущённо ворвался в дискуссию тут. Говорит, вы что, с ума сошли, что ли? Говорит, как? Друзья, а кто такое вообще предлагает поддерживать свою буржуазию в чём? Это никто не предлагает. Такой вывод делает Константин из разговоров Михаила Васильевича о том, что положение России в мире подчинённое, что у нас нет своих сильных империалистов и что мы находимся в таком положении. Нет, как я понимаю, империализм – это весь мир уже один завод, завод один, цеха разные, всё. Понимаешь, у каждого своя роль там. Вот и всё. Как свои империалисты, чужие, они вообще империализмом. Нет, но есть всё равно буржуазия, уже есть национальная буржуазия. Ну так и что, национальная буржуазия, она что к нам добрее, что ли, чем зарубежная? Нет, нет, ну были же, например, войны гражданские, там где, ну, например, в Китае была же война, когда там с империализмом мировым они боролись, там, национальная буржуазия боролась вместе с левыми, там, до пары до времени. А, подожди, кто-то говорит, что у нас сейчас положение, как в Китае? Нет, нет, я же не сказал, этого я не сказал, этого я не сказал. Я не понял тогда. Нет, 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 подожди, наши империалисты, вот это наши сливочки. Да, да, да. Вот, у них своя задача, вон, качать отсюда ресурсы, опять же, качать деньги с нас, туда вывозить, чем они занимаются, вот и всё, и они всем рулят, кто-то там что-то бегает со своими, может, маленькими фабричками, а как ты его будешь поддерживать, в чём? Нет. Чтобы он с транснациональной корпорацией смог конкурировать, а как ты ему это даже организуешь? Да и вообще, что это за вопрос, товарищи? У нас что, кто-то просит поддержки, к нам что, Путин, там, пороги обиваешь, поддержите нас, граждане. Путин, он говорит, да, поддержите, но он сразу, без всяких этих, знаете ли, выражений восторга, просто зашлите сразу денег по деловому. Уже поддержали. А чтобы патриотический порыв был лучше, так зашлите в принудительном порядке, на всякий случай. Я, если честно, вопрос не понял. Просто в двух словах, с экономической точки зрения, например, Россия поставляет на мировой рынок товары низкой переработки. Что это означает? Это означает, что вся... А, давай слоем? Нет, я сейчас объясню. Это означает, что вот эта высокая волатильность, то есть постоянное изменение цен, оно очень сильно бьёт и отражается на нашей экономике. Страны, которые поставляют на мировой рынок автомобили, ещё какие-то, ну, в общем, технику, товары, над которыми много потрудились. У них нет такой волатильности, то есть у них цены так не скачут. И поэтому эти страны чувствуют себя более стабильно и так далее. Поэтому, естественно, что Россия, российские рабочие заинтересованы в том, чтобы развивать своё производство не только для того, чтобы уровень жизни был более-менее стабильный в стране, но и для того, чтобы повышать уровень образования. Ничего у нас не будет развиваться. Я прямо... Да что дальше? Ничего у нас не будет развиваться. Неравномерность развития экономического – это закон империализма. Естественно. Поэтому кто вот в таком подчинённом положении, тот в нём и останется. Само собой. Германия пыталась выбраться, даже за счёт того, что у них капитализм, они с опозданием начали строить, и всё. На вторых ролях. Но они, значит, организации взяли, у них монопольки раньше смонополизировались. Вот за счёт этого они прыгнули, и всё равно, две войны, и всё равно остались на вторых ролях. Я не к тому, будет оно развиваться. Само оно развиваться, естественно, не будет. Будет, и можно много говорить, принимать там всякие программы, что мы разовьём, вторая индустриализация, там, 2.0, 3.0. Ничего этого не будет. Это только на словах будет. Всё. Вопрос закрыт. Потому что у нас определённое положение в мире. Потому что это политика, геополитика и экономика. Зачем геополитика эти самые? Это же уже наука. Да. У нас империализм просто. И закон неравномерности развития. Всё. Мы в таком положении. Не, они как качали, так и будут качать. Чё? И всё. А больше их ничего не интересует, поэтому всё остальное загнётся. Рано или поздно. А у рабочих цель улучшать своё положение. Да. Ну, значит, у нас, видишь, уже, видать, такие времена, что это уже вопрос политики. Улучшение твоего экономического положения. Да. Потому что в этой ручке, ну, чего, только политика. То есть, чтобы у нас был голос, которым мы хотя бы могли требовать более справедливого распределения. Мы как эти чукчи в начальнике Чукотки. То есть, торговля идёт, вроде с Америкой, бешеные прибыли там какие-то. А нам с этого, короче, каждую весну собак едим. Ни пороха нет, блин, ни ружья, всё. Ни песца, ни нерпу не подстрелить. То есть, наши капиталисты индустриализацию новую проводить не будут. Не будут? Ну, блин, ну что? А сколько можно? Они про эту индустриализацию говорят, не знаю, сначала не нужно. Мы не рассчитываем на индустриализацию. Мы говорим о том, что мы можем им не позволить уничтожать предприятия, которые уже существуют. Да. В смысле профсоюзы? Да. А как? Ну, конечно, рабочие, да. Ну, ладно. С силами рабочих. Ну, ладно. Вот так вот. Ладно, окей, хорошо. Про профсоюзы и то, как они желтеют, потом это, наверное, отдельно надо беседовать. Нет, ну, причём-то, были прецеденты, когда что-то там значимое остановили. Что вон этот Сталинградский тракторный-то тогда в виде пыли уже лежит? Что не остановили? А такой же, по-моему, на Алтае был такой же, как Сталинградский, но чуть поменьше. Ну, подожди, и какой из этого вывод? Что не надо бороться, да, что была плохая организация и не смогли забороть? Я согласна. Ну, я к тому, что, видимо, не так боролись. И я ещё раз говорю, что, видимо, это уже вопрос политики. То есть, видимо, тут уже профсоюзы как-то не могут просто с этим справиться. Иначе... Профсоюзов не было. У нас такие профсоюзы сейчас были. Налисо недостаток квалифицированных коммунистов, которые бы могли бы вот эти профсоюзы верно организовывать. И какой из этого вывод? Что должны быть коммунисты, которые в состоянии организовывать профсоюзы, должны быть сильные профсоюзы, причём межотраслевые. Нет, это кто бы спорил, что должны быть сильные, и что профсоюзы должны быть. А что надо, чтобы они были, надо над этим работать. Это риторический вопрос. Ну, это риторический всё равно. Да. Вопрос это, правильно? Ну, ты понимаешь, в чём дело, когда ты... Вот, Реми, смотри, как это слышится. Я что-то... А спор-то в чём? Я вот опять... Смотри, как это слышится. Когда ты говоришь, что невозможно это всё остановить, это означает, что... Я говорю, что невозможно это остановить. Я говорю, что такими методами, видимо, это невозможно остановить. Потому что такими методами пытаются, пытаются, но не остановятся. Значит, да. Значит, видимо, нужны другие методы. Ну, логично же, правильно? Пожар горит и горит. Мы там, понимаете, вот, плещем, плещем, ну, блин, оно всё горит. Да. А какими методами наши хозяйчики борются с правильными профсоюзами? Мы вот беседовали недавно про профсоюз «Курьер», например. К этому тоже надо быть готовыми. Да. И опять же, а чем, как тут готовыми? Видимо, нужно юристов в бригаду. В том числе. Как видно. Хотя, насколько я понимаю, если тебя в автозаке могут так запинать, то они, очевидно, и в лес могут вывезти. А тут вот уже не знаешь прям, что делать. Потому что тут ты, блин, бригаду себе не посадишь нигде, блин. Тут тебя, блин, ещё на стадии только подготовки, блин, хлопнут три раза. Ну, понимаешь, они конкуренции не терпят. Да я пиды, что она опять же сможет сделать. Ты же не сможешь себе, блин, там бронетанковую дивизию где-то в лесу завести, правильно? Ага, у них они уже есть, эти бронетанковые дивизии. Вот. Я говорю, вопрос сложный. Мы сейчас в такой ситуации, хана. У Тельмана в Германии, на самом деле, когда фашизм наступал, у него была сильная партия, у него и связь с массами была прекрасна, и все дела. И фашисты их просто, блин, сковырнули. За счёт того, что у них весь аппарат был в руках, и ещё и штурмовики добавились до кучи. В общем, ничего, никакого серьёзного даже противодействия. Не запугивали людей. Все в лагерь, блин, и все делали. Я не запугиваю. Нам нужно понимать ситуацию. А у нас вот то же самое, как у Тельмана, считай. Ну, вот без пяти минут. Вот эта ситуация. Только при этом даже толком партии нет. То есть, фактически, блин, я не знаю, интернет отключить, и всё, телефон отключить. Поэтому нужна партия, нужны сильные профсоюзы, и над этим надо работать. Ну, это понятно. Что этого нет, это факт, над этим надо работать. Мне сдаётся заклинать, что надо работать. А ну, понятно. Как бы и так понятно. Окей. Ну, что, дальше пошли? Да. Да? Да. Ну, главное, что профсоюзная движуха, она вот в этот экономизм не останавливалась на нём. Нет, вот как раз вот я скажу, что в настоящий момент он всем, кто не слепой, показывает, что экономизм – это тупик. Понимаешь, ничего ты не сделаешь. Ничего ты не сделаешь. А объясни, что такое экономизм для товарищей? Ну, это хорошо, что всё вот на этих профсоюзах, мол, и на улучшении экономического положения надо, мол, и остановиться. И не надо рабочему классу, даже, в принципе, и партии. Потому что партия – это инструмент борьбы за власть. Совет. Конечно, совет. Зачем? У нас есть прекрасный парламент буржуазный, и вон эта администрация. Пошлём туда, в КПРФ. Они все как изберутся, как застыдят их всех до смерти. А может, потом и президента своего поставим, и вот тогда вот и процветём. А это означает, что нужна партия? Партия. Это как руководящий орган. Вот и всё. Нет, партия – это инструмент борьбы за власть. Борьба за власть – это основное содержание политики. То есть, если партии нет, значит, ты бороться за власть не можешь. Если у тебя молотка нет, ты гвоздь не забьёшь. Можно тапком попробовать, но это трудно, долго, да, и с большими потерями получится. И забьёшь ещё криво, придётся выдёргивать потом. Вот такие вот притчи у нас. Расскажем, у нас, кстати, беседа по организации как раз партийной деятельности. Не по организации, а по истории партии. Да. Мы рассказываем про историю партии. Там много рассказывается о методах. Да, так что поговорим обязательно. Поговорим, поговорим. Так, следующий у нас вопрос. У нас вопросы по пролетариату, да? А, переходим уже, да? Вот этот спор Сёмина и Попова. Это отдельно будет? Нет, мы завершили, да? Да. Ну, хорошо, хорошо. Какой-нибудь резюме сказать? Давай, да. По этому поводу. Да, давай. Нет, как вы считаете, надо? Да, да, да. Что-нибудь, товарищи? У вас есть какие-нибудь мысли финальные? Что это за спор? Куда и чего? Вот, на мой взгляд, я думаю, что это спор о понятиях. То есть, как только... Я не думаю, что Константин не согласен с тем, что социализм в такой форме, что экономика, социализм и так далее, что он был построен. И он говорит именно о том, что поскольку он мог быть разрушен, это означает, что он и не был построен. То есть, это вопрос о споре, о понятиях. Как только ты правильно определяешь явление, у тебя снимаются очень многие вопросы. Ну, да. Когда ты проводишь единую линию, да, в своей агитации и пропаганде, это проще, наверное. А этот вопрос решает, опять же, партия. То есть, когда ты один, тебе очень сложно что-то проводить. Ну, до партии еще надо дожить, да, для начала. Да, тебе же эту единую линию надо вырабатывать, правильно? Она же не в виде озарения нам поступает. Для этого должен быть творческий коллектив, в первую очередь. Да. И уютная кухня, чтобы можно было вырабатывать взгляды на ней и позиции, как минимум. Ну, да. Вот. А так, поэтому и получается, что так вот качает товарищей туда? Да нет, ничего не качает. Мне, на самом деле, мне очень нравится. Я посмотрел, вернее, я их даже не включал ролики, но я посмотрел, что там, блин, десятки тысяч просмотров. Вот так приятно, на самом деле. Причем на такую тему теоретическую. Чисто теоретическая тема. И очень хорошо, что люди спорят. Нет, действительно, а как ты? То спорят с товарищами как раз. Ты вот и придешь. К нашим единственно верным взглядам. Мне кажется, это отлично. А потом отсылки все равно, они идут все к классикам. Да, опять же. Кто-то возьмет, там, не поверит, Попову не понравится, ему Попов бывает, он там старый какой-то, да, не понравился. Кому-то не понравится, Семин, я не знаю, он там такой-сякой, розетки. Пойдет человек, возьмет книжечку Ленина, откроет, почитает, Маркс еще возьмет. Про цитаты, это вообще моя любимая тема. Ленин все время смеялся над своими оппонентами в том смысле, что они то, значит, вы говорите, догматики, вы нам тут постоянно цитатами сыпете, то тут же, прям через три дня в другом разговоре, типа, а почему вы нам цитаты не приводите? Нам что, Маркс такое говорил где-то? Да нет, не говорил, давайте цитаты. И вот это вот бесконечно. И мне кажется, у нас сейчас очень похожее что-то. Ну, это... Нет, пускай люди берут в руки книгу и разбирают. В случае с меньшевиками всякими и прочими врагами, это ж натурально вражеское. А тут это товарищеский спор. Ну, почему? Ну, хорошо, товарищи читают умные книжки, и один товарищ так понял, другой так понял. И прекрасно, что так друг в русский спор, я надеюсь, только культурный спор, правильно? Вот, вот, опять же, как хорошо, наконец-то культура спора у нас, понимаешь? То есть, не полоскаешься, да он там туда-сюда, с перебиранием там костей там у всех родственников еще до кучи. А тут вот как о теории спорят, так вот в рамках этого спора и остаются. Мам, у меня слеза наворачивается. Пробегают в прием риторики. Так, глядишь, скоро можно будет и съезды проводить, потому что там никто друг на друга кидаться-то не будет. Прогресс шагает, прогресс, прогресс. Просто прекрасно. Нет, просто прекрасно, на самом деле. Отлично, будем завершать тогда. Уважайте друг друга, товарищи. До новых встреч. Все будет правильно. Подсмотритесь, смотрите Семина, смотрите Попова, можете нас послушать иногда, если время останется после первых двух. Разбирайтесь, читайте классиков и занимайтесь скульптурой. Только не чрезмерно, чтобы ничего не повредить, не растянуть. До новых встреч. Давайте. До новых встреч.